Несмотря на рядовой формат таких работ, специалисты паркового хозяйства ежегодно меняют маршрут прохождения зелёных насаждений. Механическим способом подрезают активно растущие, оставляя лишь аккуратно подстриженные ростки, которые через несколько дней вновь наберут объём и создадут приятный визуальный фон. Кроме того, специалисты отмечают, что своевременный покос поможет снизить и аллергенную нагрузку. Сезонные работы у нас, в первых, до сих пор продолжаются по удалению порослей, чистки стволов. Также начался буквально, наверное, с месяца полтора назад сезон по выкашиванию. То есть начали выкашивать сухостой. Сейчас продолжаем выкашивать, уже трава у нас расти начала. Сейчас дождик прошёл, расти будет огромными темпами. Работы будут продолжаться по выкашиванию до конца, как минимума, октября месяца. А то ещё и ноябрь захватит. В этом месяце завершается первый этап плановых работ. Далее у бригад появятся другие условия при формировании сезонной растительности. При сырой траве и грунте скошенные остатки могут попадать на тротуары и проезжую часть. Добавим, что весенний-летний период совпадает и с сезонной активностью клещей, которые обитают в кустарниках и траве. Поэтому разрастающуюся траву убирают в том числе и для безопасного отдыха горожан. Константин Аникин, Александр Кожевников, Новости.